приветствую вас дамы и господа решил я что пора бы попытаться канал возродить надеюсь что этот раз меня хватит надолго и буду постить ролики каждый день поставьте делать народа под вечер вообще пишите комментарии как вы считаете как лучше выпускать ролики ну как часто и постараюсь пятки записывать это регулярно хотелось бы канал канал возродить стримить такое пока не получше получается только лишь крупный турнир будем посматривать но в плане кибер этих в кибер котлет в рамках папа посмотрим мы с вами вот так вот записи была небольшая агрессия по рыжий но рыжу не пробили так вот в чем суть мы сейчас смотрим матч юраги и почему я решил сегодня записывать юраги потому что у меня прям очень сильно удивили на вина турнире крайнем они провалили квалификацию интернешнл они провалили квалификацию на турнир который был у нас в лиме это как в элит лига получается кстати кстати небольшой такой офф топ ремарка а по поводу этих liquid liquid выиграли турнир liquid впервые с помочь инду еще 2019 года турнир взяли какие-то пять лет тюнишек не побеждал в турнирах жесть очень большая драка он смещается или как там пока смещается у нас как раз таки мистер юраги лысый пошел в агрессию но рубик все забирает сначала руну и по итогу дб без руки остался хпл не потеряет потому что у него очень много армора это что его там рубик без руки вообще максимально насрать на эти удары так вот по поводу на меня удивили нави молодцы потому что все было плохо до этого но как они прям начали прыгать выше головы на этом турнире может быть конечно дело в том что другие команды были более расслаблены потому что как бы не то что ровно турик все-таки пол ляма баксов было китае разыграно но пятки на и были топ-4 топ-4 для нави ни хера себе и даже были шансы выйти в топ-3 потому что был матч против нигмы нигма все-таки как мне показалось на дистанции смотрели слабее чем нави но вот на весь ими не справились юраги был очень хорош на тб на том турнире поэтому этот матч я решил и посмотреть потому что меня прям впечатлила игра его на тб он очень классно играл у нави конечно есть проблемы еще одна из главных проблем navi это выход на хэграунд они регулярно с этим делают какие-то странные мувы но по большей мере мне сейчас нравится то что показывают рожденный побеждать поэтому перспективы есть но правда к сожалению ближайшие турниры у них не скоро потому что у нас уже в сентябре за интернешнл а потом у нас вроде как будет турнир валахия это в румынии но вот я не помню там квалификации играть нужно или там инвайты будут и вообще там будет ли нави играть или нет пока непонятно но посмотрим понаблюдаем так вот поводу тб тб у нас от юраги очень даже неплохой персонаж посмотрим как он как он эту карту отыграет в принципе по игровому стилю играть нужно как на фарм конечно же периодично подключаясь к файту ну как видим он тут не зажимает свою кнопочку нажимает свою метаморфозу и сразу наваливает на первом левеле вкачал себе краски изначально он иллюзию ну точнее иллюзия reflection и взял также себе еще метаморфозу на втором левеле чтобы крипово себе подобивать очень классно это работает метаморфоза для того чтобы на линии вот так вот крипово подконтролить особенно под вышкой потому что демоджа очень много 91 демоджа учитывая его бонусы этого вполне хватает чтобы и на дистанции держать противника и крипово поломать чутка при этом кстати см к это неплохой лайнер потому что цемк это герой который обладает одним из самых больших начальных прокастов по дпс у и демона реально может она тут неплохо подраздать виде подбивает очень даже неплохих бонусов для своего братюня поэтому тоже как бы круто это смотрится для парней из команды для парней из команды но ненависть мысли а для парней из команды слева по поводу начальных сборок поставь себе должен все весь по стандартно взялся пока что выход в птшку ну и конечно же взял себе еще выход в монто стайл и зачем берет себе эти на как их на плечнике и не плечнике рано на предплечники как называется короче берет себе бэнд даже комментарии что я заступил как называется правильно а берете бэнд ну для чего для того чтобы повысить себе как раз таки чутка дпс и к потому что ловкость как бы лишнее не будет 6 урона ему тут явно не помешают на этом а не через топориком крепочка бьет поэтому все максимально классно счет и по пятке очень приятно анимации атаки что в ближней что в данной форме поэтому по крипту то обычно проблема у него у него не бывает но конечно будучи в миличной форме на линии против сын кинга ну не комфортно скажем честно потому что сын кинг все-таки герой который накидывает свои яды потравливает натравливает и все-таки не очень прикольно против этого парня на линии так стоять но тут как бы опции нет приходится возить то что вывозится по другим позициям что у нас вообще в этом матче было на пика на есть какие-то герои которые прям контр пиком высоку выступают по т.б. ну вот есть опять-таки у нас к контр пик принципе сын кинг против иллюзий до против как бы миличной формы на линии он неплохо против т.б. смотрится в принципе у нас медовый получится кто в медовое у нас рыжая вид рейнджер и в принципе кто там драгонайт керри правильно ну ксидака керри тоже может потрою под навалить потом и сплошом бьет поэтому будут на под напрягать но в принципе т.б. главное что дать хорошую линию на старте потом украсть и дать ему немножко спейс чтобы он там сам оформил ну и было бы неплохо играть под метаморфозы вот там после 10 на то чтобы выезжать и чутка пропушивать строение противнику было кажется в идеале бы с томатом морфозово там под десятую минуту вышку наладим вообще неплохо пятки все дело плане фокуса делать фокус неплохой порубен рубен падает еще и наваливать дэм уже в сторону сэн кинга а сын 3 а стоит а его видно прекрасно поэтому сэн кин тут думал что сейчас песочке поиграет но не поиграют и дабл киев забирает себе поэтому лысый лысый знали нормально начало прям очень кайфовая 201 покрыл стату все отлично дауды хочу больше вообще плевать потому что т.б. сейчас на линии участок одиночку еще и цемка смещается с линии чтобы отдать т.б. максимально много опыта плюс заодно еще и подпулить потому что линию запушивает т.б. ну еще ржевика часа контролит ну вообще кайф это узнаете упс хорош ну и все ну и все и по выводит карте подвышку ну конечно можно и вся по танковать кипов потому что армора много но стоять там на линии под сэн кинга была бы такая ся затея но как видим крипован тут просто провел так мимо себя в себя в танковый и сэн кинга и крипов смещается он с педагогу рубик есть под поп проседает т.б. по хп но есть стики линия в целом такая активная поэтому стики покупать было хорошим решением потому что можно будет восстановиться рублэйду на этом лайне это тоже выглядит довольно таки неплохо можно будет таким образом себя хп-шка там подлутать немножко подвернуться по филс поинтам обратно такая здесь что у меня все по звуку классно стоит что нет проблем оба бара уже выезжает сейчас можно попытаться кого-то там из инициирует и выставит пт-шку на силу чтобы было максимально много хп пошел подкопа шоу удары искаженная гранатка но добить не удается так уже из-за медления бар уже рядышком есть у нас еще сверху врыв есть просветка видно прекрасно сэн кинга нужно добивать очень опасно играет у нас т.б. находит так в лесу на краешке на краешке смерти ну и поэтому очень здорово смещаются саппорта под линию у команды света и уничтожает еще одного персонажа ну и дальше выход идет у нас конечно же в монтастай монта очень крутая шмотка для т.б. потому что иллюзии для турблэйда это прямо с хэв особенно под метаморфозу можно будет еще себе себя поснимать какой-то фокус плюс можно будет снять дебафы дебафов дебафов хватает у команды тьмы поэтому здорово и кстати ставить себе очень быстро демон зилл сборочку рублэйк интересно будет его покупать и все-таки промо ставит ну да бандил спустя гадим шар да по поводу кстати аспекта вообще забыл поводу аспекта озвучить что он себе взял он себе взял конжур и мэйс способность конжур и мэйс имеет расход здоровья но всегда призывает иллюзии с полным хп добишь это его 2 спел взял спи такой талант чтобы не маны расходовать а чисто полных п но расход кошки небольшой плюс опять таки в принципе может там чутка просадиться под кпшки для того чтобы сам отнажать и вот так вот просто фу кп себе максимально изи восстанавливает т.в. и санкинг уже биты и за ним уже вылетает и иллюзия и не вылетает еще и метаморфоза парочка ударов но там есть чем пододжить к сожалению тут вижу на не имелось у т.б. чтобы добить как только вы вниз уходит санкинг . в него не залетает ноу это пытается к счищу выпуливать иллюзии у красиво играют класса все сделал самого такой сама выпал организовал для себя санкин конечно недоволен ну зато у него хилл хилл появился поэтому по себе это восстанавливает но снова полетел у нас дополнительный дебаб опять замедление 5 удар опять подвышку загоняет пешку не получает reflection конечно очень напрягает этого парня ну и т.б. просто не подпускает к линии санкинга и санкинг немножко конечно тильтует от такого мероприятия потому что и левел него просаживается по уровню какой санкинг у нас 4 ты бы уже почти 7 дай по фарм рассаживается ну и т.п. он сами тоже 4 400 на творца так снова пошел reflection поддаваливать бар уже просвечивает бара надеюсь с центрами подлетает на линию если сантимуту то тогда скорее всего фраг сделают хотя 5 т.б. без метаморфозы поэтому надо чтобы из лесу замитова есть подков не зря этого буду для нападать сейчас парниша на санкинге потому что уже полетает бара ну рубико подставил этим колом потому что если бы вопрос состоял бы чуть правее чуть дальше от деревьев он там оба среагировать на смещение спиритбрейкера и тогда бы таким макаром бы его тут в табло не вмяли но по итогу он происходит не так и хотелось бы по и прострел больно т.б. к сожалению нет у него сандера так было бы круто себе фулл хп установить но теперь он вынужден четко сместиться но в принципе под иллюзия он там сможет иллюзией потанковать и сможешь поформить кстати в плане вот его аспекта он хорош плане фарма в лесу потому что т.п. может быть лохопешный вызывает иллюзию иллюзия будет фуловая сразу иллюзия идет как бы вперед и танкует быстро как бы она не умрет потому что она фуловая ну и тогда как бы в это время там будет подхиливаться выхиливаться и восстанавливаться так что прикольно получается да и по поводу врожденного таланта иллюзии под контролем этого героя находятся в который находится в радиусе действия наносит больше урона а вне него находит наносит меньше урона то есть не получится просто так иллюзиями пойти вперед и там пушить или драться нужно чтобы сам герой был рядом краски вот по этой причине когда был fight об этом на кончике стоял в лесу и иллюзия вносила максимально много хилл спойнтов но пока доминете происходит на экране убивают у нас мистера на веном ансере а я тут ошибочка тут ошибочка 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 или нет сандер хорош поставили вижу побегом по цен кинга даблки зарабатывает рубик и рубик делает больно а я не тыга нужна там есть я подтравливать еще наступает краски на плаг в адглистрах и т.п. т.п. очень биты но живой этого не датикает но это было опасно это было очень опасно так а плане восстановление что то есть у него вообще на восстановление или нет там еще смещается у нас на линию чтобы спирит т.п. у нас краски вызывает опять и полную иллюзию потому что есть у него такой аспект ну и при помощи иллюзии в танковать себя пачку курипов восстанавливается но опять-таки было бы неплохо тился подвести потому что быть на линии 100 хп но весьма опасно но учитывая то что он лук и пешные сейчас уходит в безопасные места в лес фармить поэтому даже на такое тратит метаморфозу я так понимаю планирует сейчас он тут пока посидеть переждать процесс пока у них и пешки нет восстановиться а потом можно драться снова о кстати отличная шмотка падает в лесу падает ему семечко который можно высадить и в этой семечке он регенерируется и кстати регенерация идет такая прям солидная под 19 по в секунду он регенил поэтому уже в принципе 400 хп уже с этим жить можно главное в себя не поймать рассказ потому что бы у нас герой жирный по армору но проседает когда дамаж сносится ну пока про кастовый магический потому что резистов от такого у него не так уж и много к сожалению для этого персонажа ну опять начала идеально 6 канатворца 404 все классно делает лысые в потихоньку фармит а тут еще и попутно у нас есть пруд лотосов где тоже можно себе взять немножко восстановления но и все это было уже по сути вернулся обратно хотя решил селепортации все киданами не покинуть потому что в еще и веник сместился рубик недалеко в этом месте фармить опасно плюс тима это тоже далековато поэтому он решил просто спетлять с линии понимали парни из команды тьмы что-то где-то лесу фармит ну как бы это тяжело не понять но тем не менее они кинули скан краски именно в ту область и ранее был т.б. но т.б. уже сместился пожалуй в максимально безопасное место для под фарма сейчас это в свой лес ну точнее в свою тройку свой своих инжейка чё сместился решил пока он здесь по фармит бара пока он полетел гангать но т.б. тут пока потихоньку смазывается на плане короткий сандра тоже есть как бы прикольный обуз в плане его иллюзии почему выбирать 7 минут аспект потому что можно нажимать сандр в иллюзии это же восстанавливаться а иллюзия всегда фуговая напомню то есть рядом с вами всегда будет вариант куда нажать сандр вот поэтому этот спект хороший краски с таким аспектом navi отыгрывали очень неплохо на турнире в китае они так тоже часто юзали ну как видим регулярно высаживает семечку т.б. для того чтобы себе восстанавливать ресурсы для того чтобы подпушивать товарок своему оппоненту ну и манта уже почти готова для трубы это кстати получается здорово и классно бара еще дает краскоразведку пробегает сквоз файт намечается у нас хороший глобальный махач сверху жаль что нет метаморфозу т.б. но до метаморфозы 15 секунд есть подкоп очень больно трусит у нас in king unbelievable себе зарабатывает уже юраги уже 5 фраг себе он успел туда приходовать пробивает в это время у нас пангольера но и все-таки не в тайминг драка устроили парни из команды сил света тут под видели подделение ну т.б. вовремя предательный файт и опять отправились оформить отправлять форме краски на эншей снова высаживает семечку опять-таки очень классная шмотка для того чтобы фармить мало того что вы можете себя порегите еще свои люди регените спокойно в танковый эти пачку и все у вас здорово и классно еще не reflection запускается у нас от т.б. правда рефлекция подборывает рубик ну взял и взял хотя для рубика стена ска будет неплохой под кота fight тоже можно будет ему там прокликать но т.б. у нас линию отпушил не позволяет внести лишних и папа тавров все-таки терять товара это не очень классно затея было бы для парней из команды сил света потому что потеряла этого товара бы сильно усложнила бы фарм в этой точке на иншах и также фарм в этой точке на иншах потому что противник мог бы сходить поглубже и поставить там более глубокие варды и тогда бы тогда пришлось бы фармить где-нибудь в иных местах зачем зачем себя куда-то там глубже загонять если здесь все весьма прекрасно и прикольно в по под фарма ну и сразу же под метаморфозу под обилие иллюзии добавить под пушево то правда в плане вот контр пик и т.б. неплохо работает рубик потому что рубика запускает свой болт и болт отскакивает бесконечно и при этом был снимает дэмэдж в процентах поэтому неприятненько для рубля да получается но тут был подсчет бары-бара отгоняет рубика чтобы эта линия у нас запушилась уже полноценно смещается в эрк агрессирует на вражеского шторма штормецкий живет на лу хп в эрк а слишком бор за играет ну дэмэджи не хватает фокус фаер уже все подрезаю дэмэдж это будет минус печать санкин подкоп до конца геймут влетает на шторма бедный что он просто всем силом его душили до душили смещается бара в лесу сидит вас господин как-то делать и дачно вкатывает пангольер лесу сидел с господина сын кинген падает еще один фраг для т.п. и уже 6 себе забирает рублей в этом матче 8 200 м что-то крепочка он уже успел себе в этой катке оформить здорово классно приятно и ему уже хватай до боська на огонь им шар но нужно подождать еще но я так понимаю решил реально покупать огонь им шартом на старте а нет 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 все таки это был байт на огонь им шарт ну покупать варне смысла на старте не вижу профита ну что дай мандил герой отходы час своих и пашки и получает бонусы для себя то есть дом скорость атаки соточка дом скорость передвижения соточка длительность по 30 секунд и до восстановления хп-20 при этом теряет к обучать своего хп надо ли покупать ему прямо старте и и ну наверное нет зачем лучше купить себе весьма стандартные скади который до 100 ты плюс замедления плюс уменьшение хил оппоненту ну и также мы доставил чем хороша монта тем что там есть варка с виндраном будет неплохо краски это дело под контроль и плюс там еще есть вариант если не ошибаюсь лесов у сын кинга даже на двадцать этом левеле но тем не менее такой вариант имеется поэтому почему бы и нет но ты бы у нас казалось бы выбираете место опасная для фарма но против далековато находит от верхней линии поэтому часто бы запушивает немножко верхнюю часть карты при этом оставить себя недалеко от своей люди чтобы иллюзия не теряла процент по урону и попутно фармит краски кэмп в лесу команду сам недалеком там еще штормецкому про пинговые чтобы самецки забрался пивотал восстанавливаться будет все этих ресурсов ну и надо покупать себе уже первое первый шарик первый тиматор чтобы все поднять хп-шку чтобы не чтобы не быть зоне риска вот про каста оппонента тарус это и задемонтирован при этом у нас падает второй тавер тердин линии было бы неплохо также здесь по нижней линии но там кстати опасно территория там очень мало видимости у парней из команды радианта а тут палец в центре драгонной дк уже накрыли дк уже пробили если него драгон тел но не очень выручает кстати вот еще в плане героя который напрягает тб это тб тб это драгонной потому что тоже снимает дэмэж в процентах а белого дэмэжа очень много трублей накидывает тут сандер снова фукупешно у нас трублей под наваливает верка верка выгребает нас готовы есть уже монстр килл зверствует в этой катке у нас террор blade выкапывается тем временем сейн кинг выбегает проще с файта ну и соответственно аганим шарт покупает себе тб ну ладно все таки вот давайте у нас так вот обманывал туда то нет туда то нет но все-таки взял себе гоним шарт дэмэзил решил себе все же он добрать окей не но в принципе как бы для активного такого тб плюс сами лесу тоже это фарм помогает ускорить ускорять поэтому целом прикольная тема пускай будет мы опять и семечка прямо классно себя реализовала вообще не проблему трублейда регенерации многовато еще и по мани у него ноль проблем хотя пятки учит а то что у него второй спел не требует маны у нее другой аспект и респел требует краски хп шкул с маны ноль траблов как мы видим а воду ты мандила тоже момент что ты мандил также требует расход хп они маны поэтому вот еще один бонус от данной данного спала по поводу шмотки трава тира себе выбирает все таки атрибуты атрибуты плюс 6 каждого получают ну и также заносит рон получается 18 демоджа нему прибавляется 20 пашки почему бы нет да конечно нет бонуса что у него пассивно пассивного бонуса нет от этого привет потому что это работа только лишь на героя в дальней атаки но хоть что-то в принципе для себя ну конечно хорошо то хороший бонус для себя он заимел но сам карту контролирует все проверяет играет осторожно не перемещается основным героем глубоко говорят пока это все через иллюзию ну и заодно краски можно будет спровоцировать противника на какой-то врыв если противник заметить лесу т.б. то можно будет забать что это т.б. настоящий что это иллюзия там смещается можно будет таким вот образом отыграть снова то прожимается до манзил снова там планируется какая-то небольшая атака во всевиденности не продолжается потихоньку тут заработок необходимого кэша для себя фарм фармёжка идет фарм фармёжка продвигается и на рашанчиком набрасываются парни из команды светлых сил поедет на 18-20 минуте это был бы хороший тайминг поэтому сейчас себе себя этот ресурс без проблем забирают парни из команды с юраги сами враги тоже прочитывая территорию правил краски через возвышенно здесь свою иллюзию чтобы дать максимальный вижен ну и проверяет есть какой-то возможный но противник не планирует дефать рошана поэтому себе без проблем забирает аегис эти молодые люди в теории можно было войти за шторму но все таки штормятки маловато имеет отворца всего лишь 7 к поэтому все-таки лучше т.б. и его стрик обезопасить от возможного фида и оставить для него данные бонусы на абсолютно верное решение барок с этим уже планирует подлетать бара уже планирует а то врываться полетел сквозь данный fight и уже видит фокус в в сторону вражеского вену мать распределиться штормятки пошел дпс навалирует меня подвигает катывается у нас дальше еще и подгонять годлайк хорош годлайк до 20 это очень классный результат еще и побивает там вверх вверх упала сынкин где-то ворваться но не получится же нажимается сандер нажимается дэмэдж и пробивает ст.б.т.б. упал до вузки зарабатывать себе теме штормятки есть улич на экране и еще пашки герой выгребает ну а веник понимаю что пора бежать его команда плотно плотного дала в этом замесе и отлетела теперь можно как раз подпушить нижнюю линию потому что снизу все еще стоит товар и один было бы очень приятной и грамотной бы его уничтожить все попахивает уже при максимальным успехом для парней из команды радиантов и классно пятки плане вот ошибок т.б. но именно в этой катке их абсолютно не вижу кстати я часто вообще забыл хотел глянуть кто вообще в этом матче играет по именам но почему-то тут им подписывает никнейм и даже юраги не указывает как юраги обычно указывает про игрока вот так вот отдельно подписью почему-то сейчас не написал вообще ураги какой ранг 21 жестко анатива ранг дать посмотрим 986 в арке сын кинг 633 драгонайт у нас 658 1200 а кто уступил а прикол то есть как-то баланса тут не получилось у нас свой не лагай пожалуйста что происходит так больше не делай баланса как-то нет пойму мэрой что-то слишком много юраги слишком мало его противника странную андель его вырубает еще одного зарабатывается факт дополнительные ураги накидывает деможи пробивает по-другому бен и червы ворует себе кстати очень хороший спел ультимативные оценки но даже так не хватает деможи даже чтобы сбить а едис из т.б. вкатывается дальше у нас там спирт брейки вдавает рыжий рыжий упала 3 полкил гадлай забирается в юраги да не это уже пенетрация у нас появится шла уже без шансов максимальный разнос демонстрируют данные молодые люди абсолютно не вывозят своего соперника эти парни не понимают а что же делать а как же пить а как же такой вывозить ну хорошая карта в принципе такая академическая dota ну возможно на рамки на другие выпуски уже поискать что такое поинтереснее там где какие-то камбэйки переворота они какая вот доминация вот юраги но вот независ хотелось мне захотелось ту карту глянуть 11 рублей даму хираги после того что мы видели с вами в рамках китайского турнира меня прям очень сильно порадовали navi но в плане кажется китайского турнира были проблемы потому что все дни турнира не работала dota tv почему-то и это не чинили чем dota number one китайский серва китайский firewall сами понимаете такое иногда случается но в принципе пятки порадовало то что был хороший перформансов парня из команды navi очень хорошего показали спириты спирита 3 чемпионов этого турнира если что смогли себе потащить турнир краски передан том что целом тоже приятно это компенсация за то что они не смогли исправиться на прошлом турнире ведь они впервые не смогли взять себе ряд мастерс катывается штормецкий налетая деможим на противника забирается там у нас немножко способности килисти происходит на экране у них готов т.б. у нас пока что дает такую разведку больше далека сражается охота же так умудряется рефлексном себе фраг забрать подушка душка все карте тут уже посыпались дайры они абсолютно ничего не делать адекватного просто дохнут тут и там сожалению не получается да если что кому будет что-то интересно в плане вопросов или в плане каких-то новых выпусков какой его герой записать кого игрока записать то пишите комментарии буду подбирать для вас какие-то интересные доски какие-то интересные интересные катки какие-то возможно нестандартные сборки какие-то вас интересуют в общем пишите в комменты буду подбирать для вас какие-то колдесные видосики постараюсь выпускать там поведутся в день надо было бы надо быть в принципе сделать который контент план скажем так и выпускать видос там примерно в один таймер посмотрим ну опять таки будет очень вливать мотива на мотивацию записывать и досы делать дальше контент это ваши просмотр комментарии потому что хотел это делать куда-то не в стену когда никто ничего не комментирует таки не ставят ничего не пишут а все-таки получать с этого просмотра фидбэк чтобы было понятно что это вам нужно пока окупается у нас веномансер и подпушивает линию парня но кпш поседает поэтому пока решили не сливать свой эггис точнее не решили не сливаться под эггис потому что до конца гиса было всего лишь пару секунд и уже тб себе восстанавливает у ло выч на пул овачах будет дальше у нас отыгрывать рублэйт при этом отбирать и дальше бабочку с тем кб решил пока отставить потому что решил что и так вот и дэмод же убивать в эрк в эрк кстати по фарму прямо на дно падает потому что у нее 8400 это конечно максимальная печаль для максимально мало заваливает дэм уже там дальше наваливают еще и пробиваются и приносит арместа кстати может быть сейчас момент камбэка для парней из команды сил тьмы есть добылки зарабатывать фраг в это время сын кинь правда там еще себе забирает факт пангольер подлетает сандра пошла агрессия но есть чем замедлять т.б. но у т.п. есть мантастер снимать себя дебафы решил осторожно играть и не подставляется по цин кинга но это не спасает как видим веномансера эти врывы ну и по итогу еще не фраг для т.б. 14 010 кстати пока у нас получается и идеальная карта вот на ве ну по полу тащит на вот и раги поводу нами вот интересно как вы думаете есть очень шанс у нами что нереально за играют но этот турнир показал что они могут играть хорошо в китае очень бы хотел за чтобы у них были какие-то результаты в новом сезоне о косплее на артизе пошел а не манта не снимает вск граунда снимается иллюзия с кэгэшки а вот сам основной т.б.с. на кэгэшки будет обка втыкать при этом сент-кинг его не отпускает говорит стой там втыкай и жди нужен бы форстаф конечно но цемка хоть и смещается на форстафа у нее нет расставляет форды на хэгэшки т.б. дает телепортацию главное чтобы т.б. т.б. т.п. не сбили а то дальше бы кукова на хэгграунде но т.б. уже сместился на тавр и возвращается к файтеру при этом файт остается частью иллюзии было забавно себе этой иллюзии он тебя смог бы фраг заработать кстати оба эти люди остаются хэгэшки в виде косплея на артизе куда акции поводу артизе вот новость такая же была в принципе она уже не новая артизе шоу с киберспорта кто не в курсе артизе на себя сейчас забрал позицию стримера в организации шиппеври берем пока решил так дальше продолжить свою карьеру кибер спорте интересно будет ли он возвращаться или как вы думаете вот артизе же уже все артизе уже сдался весятки хоть где-то он поиграет ну не рискует пока парни с командой радиантов все идеально все хорошо шаг победа уже максимально огромный но на хэгэшку ворваться там без айгаса такая себе затея можно все-таки еще и на финить узнает возможно эту катку мы смотрим не просто так может нас ожидает какой-то прям мега жесткий камыш именно поэтому я эту катку выбрал просмотр а может быть и нет узнает узнает каковым и каков мой замысел был по просмотру данной карты я не скажу я в принципе хочет выше знаете сколько видос длится по времени поэтому можно догадаться ну да такой подсказка как это можно делать акс кадин база стандарт фундамент артефактом для трублейда не удивился артефактами принципе он покупает себе обычный айтем и да и все было бы неплохо сейчас себе добить еще шмотку 3 разряда аминка же позволяет ее выбивать ждем что же жетонов будет для себя выбирать а пока ты безопасно пушевать линию сам подла не смещается все-таки команда чутка рассредоточена и фармит а так играть эту некую физку 26 скорости атаки уклонений также скорости движения очень кайфовая шмотка и т.б. вот прям чуть ли не идеально не заметают это круто так это понимаю уже летать до него с коди о не скади поспочения этот сатаник мимка башка все-таки можно было там потом отложить но совсем забивать нам к башке не стоит потому что все таки там есть верка которую надо бы ее весом вместо пробивать хорош антик у нас не быстрый еще минуту 40 мы с вами ждем дорожала поэтому до этого тайминга к т.б. сейчас прилетит курьер отдаст ему шмотки в принципе как бы две минуты там две-три минуты хорош антик бонусы всякие ляп-ляп тяп-тяп и в принципе очень не хватает сказать сатаника там нужно еще ривер короче тяп-ляп то можно будет сейчас себе добрать прументера можно будет еще что-то по фармить и наверное вот уже по доеге сманта ставил и добраны и конечно же сатаник можно будет данную катку заканчивать потому что как бы уже все уже все готов заряжен 600 вот об этом минуте на тридцать четвертый на 32 минуте может быть в этой катке на 30-м 2 35 нет в этом депозоне может себе добрать 6 лутов мистер туру blade и команда как или тоже чухает весьма весьма хорошо в этой катке он себе перемещается плюс оппонента вижу там уже расставлен одну-то этой вышка не уже сломали надо бы еще на гриф развести оппонент тоже было бы здорово пока башка приватясь и в это время в арка ну вверх конечно так себе это матча играла это бедер искать творчество хотел больше себе набрать бабосика но моим уши моему так все нахватает уже на сатаник и дальше живым к башку надо выходить уже 20 секунд так у нас что на дворе у нас на дворе пока ночь так что же у нас будет снизу но решили что и без ашана как бы армаз решили поцелание краски первой линии уже немножко под размять из иллюзий легкотня для т.п. сломать барак оранжевый ломать чем и личные ну тратить метафосу такой себе сейчас лучше поломать из иллюзий иллюзия даже вот одна неплохо пушит команда уже не уже прям здесь оба у нас тоже здесь снизу цемка поэтому цемка не сможет там быстренько как бара добежать до линии ну и по итогу что поэтому там часть барака упала глиф не тратит оппонента рашан щас появится под тайминг смещаются парни радиантов запушивает line отгоняет лайн где-то вот до линии где энджи находятся и идутся спокойно бит рашана очень необходимость они смогут как бы промониторить когда по небу смещаться в эту часть на пятки по ним смещаться в ружбит но такое это не вариант нужно будет пытаться ним камбэк отходить на под базу так устраивать и таким драка в целом возможно рассказ эпицентра хороший я вот веномансера там еще в идеале подворовать ultimate цемочкой здесь может быть там можно попробовать принципе ошибки все еще могут опускать партии с команды а светлая учитывая то что играть юраги юраги с navi когда они заходили на хэгэшка даже имея перри фар даже имеет там девяносто там пять процентов победу умирать умудрялись сливать катку такой был против спиритом было 90 чем-то шансов у navi я не проиграли поэтому посмотрим проблема чисто в navi как ну как в пятерке или может быть это юраги как бы даже в пабе не умеет заходить на хэграун с перри фармом и будет сливаться сейчас мы это с вами узнаем пока вот про пинговый т.б. что пойдет подпушивать те линии в центре чтобы немножко растянуть оборону команды дайеров пытается разопаду млайн это подходить мкб сик покупается для драгона это хорошая шмотка потому что имеется у трубы как раз таки бабочка пошел фокус что такое сбоку башка уже пошла ставится баннер и баннер стоит подбитать ратургой этом просто хп пашисты тратинки быстро но там все еще и сатаник все еще имеется у т.б. если что аегис поэтому он может принять кубиться но как видим когда приседает хоть и очень много фарма очень большой трудных но тут можно пробивать есть подкубить удары есть хули щит на экране очень тоненький ст.б. но команда противника рассыпалась по итогу выживает пеника пара за ганая там очень много глистов стоит на базе но эти глисты не спасают базу дайеров ну и падает центральная линия все еще глип остается сверху у нас еще имеется баррак правильно да марк сверху все еще имеется ну и т.б. у нас пока впрягается в т4 прожимать станик восстанавливается от крепочка восстанавливается полное хп при этом у команды кстати дайеров нет байбэка это зря они все на байбэк не оставили потому что байбэки в такой ситуации были бы крайне хороши но решили они что не можно и без байбэка обойтись google play сдаются парни как сдаются троп падает поэтому сдаются ну что вот такая карта получилась в принципе интересная хорошая очень грамотная от т.б. опять мне очень нравится как как играет и ради на т.б. и в принципе мне очень понравилось как играли navi свой крайний турнир топ-4 на турнире на тир-1 турнире это хорошо да пятки многие там скажут давай это русла турик типа там были не все команды многие команды по отказывались или там пенту готовились трата не полили это все понятно но в любом случае даже так на и показали очень даже хорошую dota очень хороший результат дота сломалась ничего не показывает черный экран ну окей тогда вы заканчиваем на черном экране они посмотрим финальную статистику ну да планище баланса будет с него очень потому что ну как-то по цифрам ммр сильно сильнее были силы света что-то не баланс мне кажется как вы считаете я думаю не баланс вот такой отказка человек подписка колокольчик от подписки растет и песком получается так до связи пока пока пиши комментарии какие герой записывать и записывать ли может быть этот контент нафиг нафиг никому не нужен и зря я тут вообще это занимаюсь дирижками пиши